Задержаны подозреваемые в убийстве пенсионера-зоозащитника из Ленинградской области. Когда 82-летний Виктор Соломатин пропал, 19 апреля 2022 года, его родные забили тревогу и обратились в полицию. Вскоре правоохранители нашли его машину с лопатой в салоне, а недалеко и прикопанный труп самого мужчины. Основателя Кашкиного дома несколько раз ударили по голове поленом и проломили череп. Подозрение пало на двух рабочих, 21-летнего и 40-летних мужчин, которым Соломатин разрешил пожить у него в сарае, в обмен на уход за котами и уборкой территории. 12 мая их задержали. Мужчин задержали, в коттеджном поселке Майна Лесколовского сельского поселения Всеволожского района в Ленобласти. В ходе следственных действий было установлено, что рабочие задумали ограбить пенсионера, давшего им кров. Вечером 18 апреля или утром 19 апреля, они несколько раз ударили Виктора Соломатина по голове костетом, отчего тот умер. После этого мужчины забрали 50 тысяч рублей, банковские карты, документы пенсионера на собственность, а также его автомобиль, в который погрузили труп. Тело они вывезли в лесу деревни Томинонт и закопали. Машину бросили, так как у нее пробило колеса. Сейчас обоим мужчинам вменяется обвинение в убийстве. Они находятся под стражей.